Ребята, это Алена. Сегодня с вами говорим про простую вещь, про то, как диагностировать самому у себя дефицит магния. И в этом видео вы четко поймете, есть ли у вас, и как его распознать, и как его, собственно говоря, понять, почувствовать. Это очень важно. И, соответственно, вот эти все истории, они максимально важны для людей, которые хотят чувствовать себя хорошо. Хорошо. Магний ослабляет действия глутамата в нейронах. Глутамат, главный возбуждающий нейромедиатор нервной системы и его обилие в клетках, повышает уровень тревоги. Кроме того, магний уменьшает возбудимость нейронов и замедляет нервно-мышечную передачу. Так микроэлемент помогает справиться с двигательным возбуждением, помогает успокоиться, улучшает стрессоустойчивость, помогает мозгу восстановиться и защититься. И когда мы говорим с вами о дефиците магния, то я говорю о нарушении сна, повышенной утомляемости, когнитивных нарушениях. Вот ко мне говорят, приходит человек в консультацию и говорит, Ален, здравствуйте, у меня лень. Я вот такой ленивый человек, помогите. Что можно с вами поделать с биологически активными добавками, что можно с вами поделать с психотерапией. И мы с ним сразу начинаем с такого простого микроэлемента. Гипертонус. Из-за перевозбуждения нервной системы могут возникать непроизвольные подергивания, типа вот таких тики, дрожание конечностей или неполноценные судороги. Бывает даже расстройство пищеварения. Дефицит магния также может вызывать нарушение пристальтики кишечника с запорами. То есть запоры, прям такие истории, это серьезная. Проблемы с сердцем, с сосудами, аритмией, проблемы с волосами, с ногтями, дискомфорт в области головы, проблемы с настроением и с эмоцией, бывают даже панические атаки. И это все про магний. Магниевые ванны, это минимум. Дальше, если мы с вами говорим про продукты с магнием, их огромное количество. Но суточно у всех разный запрос. Кому-то надо 400, кому-то 800. Кто тренируется, нужно магний для сердца, кому-то для головного мозга. Все это разные дозировки, разные формы. И соответственно проявляются они по-разному. История с сердечно-сосудистой, с запорами, с ПМС у девочек. С недержанием бывает даже мочи. Почему? Потому что магний вымылся. Бывает человек не ощущает, что он просто гневается настолько сильно, что не может остановиться. И даже не знает, что у него избыток, например, каких-то продуктов, которые вызывают потерю этого микроэлемента. Соответственно, если есть вот эти вещи, нужно с этим поработать и снять этот вопрос. Пожалуйста, пишите вопросы. Жду вас в консультациях. И надеюсь, это полезно.